МИГРАНТАХ И БЕЖЕНЦАХ Сенат Радштата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил собравшимся, что указ Трампа противоречит главным ценностям страны. Происходящее он назвал вопросом жизни и смерти для многих людей. Указ Трампа ввел временные ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Решение затронуло в частности граждан Ирака, Сирии, Ливии и Ирана. Указ уже привел к задержаниям или депортации сотен людей, прибывших в американские аэропорты. В Вашингтоне тысячи протестующих собрались на площади Лафайет вблизи Белого дома под лозунгами «Нет ненависти, нет страху, беженцы добро пожаловать». Многие позже прошли маршем по Пенсильвании-авеню. Остановившись у международного отеля Трампа, они скандировали «позор». В выступлениях в Сиэтле также участвовали тысячи людей. Они собрались в Эст-Лейк-парке в деловом и торговом центре города. До 300 человек прошли вчера через билетную зону международного терминала аэропорта Лос-Анджелеса. Они скандировали «позвольте им остаться» и призывали к единству и сплоченности. Указ президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд из мусульманских стран, подвергли критике несколько американских актеров. Это произошло в Лос-Анджелесе на вручении престижной премии гильдии киноактеров США. «Ведущий церемонии Эштон Кучер приветствовал тех, кто находится в аэропортах. Ваше место в моей Америке», – сказал он. Получившая награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии Джулия Луи Дрейфус заявила, что как дочь бежавшего от нацистов французского еврея может назвать ограничения на въезд лишь как «позорные и не американские». Дональд Трамп отреагировал в своем твиттере на критику его иммиграционной политики и запрета на въезд беженцам из семи стран. Эту директиву уже назвали запретом для мусульман. Президент США написал, что в подписанном ему указе речь идет не о мусульманах и религии, а о терроризме и национальной безопасности. Он при этом подчеркнул, что у христианских беженцев из той же Сирии будет приоритет при въезде в страну. Трамп также сказал, что в мире более 40 государств, которых мусульмане являются большинством и которые не затронуты этим указом. В Белом доме добавляют, что указ президента Трампа об ограничительных мерах на въезд беженцам будет обеспечивать безопасность американского народа. Безопасность наших граждан нашей страны превыше всего. То, что сделал президент, необходимо для того, чтобы мы были уверены, что люди, которых мы пускаем в нашу страну, приезжают сюда из мирных побуждений, а не наносить вред. Мы хотим донести, что не позволим кому-либо воспользоваться лазейками и причинить вред нашей стране. Вот об этом речь. В Канаде шесть человек погибли, восемь ранены в результате стрельбы в мечети города Квебек. Трое нападавших открыли огонь во время вечерней молитвы. Внутри в этот момент находились около 40 человек. В полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в стрельбе на территории Исламского культурного центра. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это террористической атакой на мусульман. Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр выразил соболезнование семьям погибших, назвав нападение варварским насилием. В июне прошлого года во время священного для мусульман месяца Рамадан неизвестные оставили у входа в городскую мечеть голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской «Приятного аппетита». На праймере социалистов во Франции победил Бенуа ОМОН, бывший министр образования. ОМОН выиграл с большим перевесом над соперником бывшим премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом. ОМОН выступает за увеличение пособия победности на 10% до 600 евро в месяц. Эта сумма будет выплачиваться не только всем имеющим право на пособие, но и всем молодым людям от 18 до 25 лет, вне зависимости от их доходов. По результатам соцопросов, кандидат президента Франции от социалистов может завоевать на весенних выборах главы государства лишь пятое место, значительно уступив лидерам президентской гонки. В первую очередь представительницы крайне правых Марин Лепен и лидеру консерваторов Франсуа Фийону. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Мэла Небачина. До встречи.